мур привет друзья это зверько и гайд на франко и так не играйте на франко на этом все подписывайтесь на канал делитесь видео и ставьте лапки всем пока а теперь когда я отхватил первую дозу дизлайков и отписок хочу спросить у неадекватных игроков вы воспринимаете отношения герою как личное оскорбление что с вами не так давайте взглянем на результаты мировых топов лишь у топ 1 мира 67 побед на франко при том что у него ночью 77 процентов дальше печальнее топ-2 51 53 54 и 50 процентов на пятом месте топа мира при том что показатели на других героях гораздо выше это что касательно метовости и полезности персонажа он не вписывается в концепцию но если вы хотите пофанится в классическом режиме то попробуем выдавить из франко максимум пользы что есть у него по навыкам первый навык железный крюк франко кидает крюк наносит им урон при попадании при том не слабый и притягивает противника к себе накладывает непродолжительное оглушение цепляет он первую цель в которую попал крипа танка лесного моба но обычно не тех кого надо суть такова что люди с опытом уже замечают остановку франко для броска крюка и если не лагонет вернуться крюка не составит проблем популярная ошибка целится только направлением навыка если хотите попасть то целитесь не только навыкам но и передвижением франко а кидайте не прямо в героя а немного на опережение к его движению популярный прием во время притягивания вспышкой скакнуть под собственную башню все франко это любят получается у единиц эту тактику рассмотрим позже второй навык яростный удар можно озвучить как не откладывая на дом бей тяжелым мощным задом а франко наносит урон вокруг себя урон зависит от вашего максимального хп кроме того замедляет противника на 70 процентов длительностью полторы секунды применяем новый когда душе угодно урон небольшой замедление не продолжительное бесполезно чуть менее чем полностью подойдет для фарма ульта кровавая охота святая святых игры за франко следуя описанию франко начинают противника жрать жрать 6 раз нанося урон за каждый зажор но по факту эта серия ударов которая оглушает противника на 3 секунды урона наносит немного участвует в связке прыжка под башню как она выглядит кидаем крюк вспышкой прыгаем глубже под обстрел башни и ультуем потом добавляем вторым навыкам хохма в том что некоторые индивиды пользуются только этой тактикой они по-другому играть не могут потому что играют одной рукой а второй выписывают себе таблетки от аутизма особенно это накаляет ближе к концу игры где сходки 5 на 5 а наш франко который и так все время бегает в тылу зачем-то стремглав бежит к башне бросая дамагеров не имеющих эскейпа союзная команда ложится полностью а потом франко получает по щам прямо под башней и конец игры пассивный навык дикая сила если франко не в бою секунд 5 он получает ускорение передвижения в 10 процентов и регенерацию в один процент но тут рассказать нечего это как кусочек сапогов скроходов и шлема небесного стража в одном и так из навыков видно что это скорее не танк а инициатор о чем было уже когда-то сказано в анализе героев я озвучил как играть не надо теперь как на мой взгляд нужно играть из эмблям берем поддержку с третьим перком на сокращение воскрешения и перезарядки способности если пока недоступна берем первый перк очки вкидываем в передвижение и гибридную регенерацию это даст плюс 24 к регену хп и маны способность берем конечно вспышку тут она универсальна вариант сборки сапоги скороходы поможет в инициации боя догонять и целиться для броска крюком штормовой пояс даст хоть какой-то урон нашим автоатакам и реген маны отлично комбинируется со вторым навыком бастион отваги поскольку вы должны быть на передовой но рядом со своими союзниками бастион даст им усиление вариант против автоатакеров господство льда замедлит скорость бега и стрельбы персонажей которые почти в упор к вам и к моменту сборки у вас будет 35 процентов перезарядки навыков древняя кираса на автоатакеры бьющие вас теряют силы и шлем небесного стража позволит еще быстрее исцеляться на ходу теперь вариант против магов после бастиона оракул магическая защита и ускорение исцеления в дальнейшем плюс усилит щит афины а пока до навыков мы не присядем щит афины лучший предмет контр мага последним опять же шлем стража тактика первый навык и ульта наше все первым навыком можно не только тягать противника но и красть мобов которые фармит противник моба можно или добить поскольку урон крюка ощутимый или вытащить его за круг агрессии после чего моб исцеляясь побежит к точке появления самое бесячие это кустовой крюк поскольку не видно анимации франка а увернуться порой не хватает реакции и пинга подтягивать под башню стоит тогда когда это не мешает союзникам их или нет или они тоже под нашей башней эта тактика устаревает когда осталась последняя башня перед троном поскольку в поздней игре союзники наносят урона за три секунды гораздо больше чем башня также отлично вытаскиваются противники хоронящиеся под своей башней но если ранги уже достаточно высокие то опытный игрок уже прикидывает расстояние и бегает там докуда крюк не дотянется герои основанные на использовании навыков которые заставляют их остановиться подарок для франка он может принять начало прокаста мага на лицо а потом крюком прерывать его комбинацию поскольку магов очень долгая анимация заклинаний не одним крюком сыт франка ульту можно использовать на неосторожно подошедшего убийцу а чтобы не сбежал после ульты добавим крюком расстояние не позволит увернуться тут надо прикидывать еще и в кд ли навыки союзника и заметить ли он инициацию а то и дамагеры всякие бывают по поводу групповых боев франка притягивающие в союзную группу хилоса или того же тигрила что творится вашей ниточки между ушей тут правило не уверен не кидай чем кинуть кое-как лишь бы в кого-то попасть сколько массовых боев проиграно из-за таких инициаторов лучше чуть подождать когда будет ясно бою быть и вытянуть неосторожного стрелка или мага чем танка контролера в гущу союзников при наступлении оптимальная позиция франка рядом с переди идущими вы как бы и впереди и можете принять на грудь урон но и в случае чего сможете притянуть противника которому быстро накидают были случаи когда франка притягивал противника используя вспышку глубоко в тыл союзникам жертва стремительным кабанчиком прыгала в пусты они защищенный танком авангард уже начинал огребать от фронтменов врага но вроде все объяснил кучу дизлайков словил а те кто досмотрели и не пригорели подписывайтесь на канал делитесь видео и ставьте лапки всем пока по скриптум спасибо дарику за видео в комментариях Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok